Подводим итоги матча, который состоялся в Кокшетау. Это была вторая встреча в рамках Кубка Казахстана. Арлан встречался с командой Намад из Нур-Султана. Ну и сразу стоит сказать, что игра эта была ожидаемая. Ожидалось, что увидим мы хорошую борьбу, накал страстей. В общем-то так оно и получилось. На равных, на встречных курсах началась эта встреча. Соперники поочередно атаковали ворота друг друга. Были моменты, много работы приходилось сделать голкиперам команд. Сегодня много им пришлось потрудиться. Вот это все моменты первого периода, который, еще раз скажу, протекал в равной примерно борьбе. Ну и в общем скорости, на самом деле, команды включили довольно приличные. Вот такой вот хороший момент был у гостей, которым они воспользовались. И здесь шайба на счету Захара Пархоменко. Именно он открывает счет в этом матче. Ну и далее уже до завершения первой 20 минутки мы не увидели заброшенных шайб. Также в равной борьбе продолжилась эта встреча. Моментов было много и у одних, и у вторых ворот. Но ни один из них больше не завершился взятием ворот. Ну вот это пока еще моменты первого периода. И теперь уже второй период встречи. И буквально на первой же минуте, там 35-37 секунда со старта выбрасывания. И вот так вот Виталий Жиликов, новичок команды Орлан, открывает счет заброшенным шайбом. Имеется в виду счет Орлана и сравнивает счет в этом матче. Один-один еще становится вот после этого эпизода. Ну и тоже должен сказать, что во второй 20 минутки далее мы больше не увидели. Это вот еще тоже моменты второго периода, в которых команды отчаянно старались реализовать свои моменты. Но ни один из них не завершился взятием ворот. Не так много удалений, если уж об этом говорить. Не так много удалений было. Так более-менее все-таки игра протекала корректно. Ну это уже моменты третьего периода. Вот такой вот момент был, где смог я румянцев свести щитки и не дать шайбе оказаться у себя за спиной. Ну и вот атака. Атака одна вот такая вот Орлана, которой также не удалось реализовать этот момент. Вот еще одна атака. Ну повторюсь, что работы у голкипера на самом деле было очень много. И вот такой вот хороший момент был. Выход 2 в 1. Маркелов отдавал передачу Жукову. Но тот не смог переиграть голкипера. Ну и вот момент, в котором Орлана смог отличиться. Вот такая вот шайба. Несколько курьезная получилась. Запускал защитник шайбу по борту. Ну попала там она где-то в стык между бортами. И отскочила удачно для Орлана на пятак. И вот так вот смог Жуков переправить шайбу в ворота. Ну и следующий же розыгрыш, который мы сейчас с вами увидим. Завершился тоже взятием ворот. Там меньше минуты на самом деле прошло времени. И вот такая вот шайба Куликова. И счет становится 3-1. Орлана с двойным преимуществом в счете ведет. Времени оставалось не так много. И намат всячески пытался все-таки отыграться. Две шайбы это не так много по хоккейным меркам. Вот один из таких эпизодов завершится взятием ворот. И вот как раз этот эпизод мы видите на своих экранах. Вот сейчас вот бросок. И Гайтомиров делает счет 3-2. Вот так вот завершился матч. С таким вот счетом завтра второй игровой день, который мы с нетерпением ждем. Но вот итоги мы видите на своих экранах. И вот так вот процесс. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...